Я приветствую аудиторию РТВ. Меня зовут Тихон Зитко. Я рад приветствовать в студии гостя. Это Лев Шлозберг, председатель Псковского отделения партии «Яблоко». Приветствую вас. Спасибо, что доехали до нас из Пскова. Мне хотелось бы начать наш разговор о событиях не столь давних, хотя за этими страшными трагедиями, вернее, одной страшной трагедией в Кемерово, как будто бы уже забывшимися, я имею в виду президентские выборы, которые состоялись всего две недели назад. Как бы вы оценили результаты? Результаты, в первую очередь, вашего кандидата Григория Яблинского. Я могу сказать в целом о результате президентских выборов. 18 марта завершилась постсоветская история России. И началась какая? Сейчас скажу. Все попытки постсоветской модернизации России с теми или иными элементами демократии 18 марта завершились. С 18 марта идет отсчет строительства путинской России в полном смысле этого слова. Путин получил карт-бланш на это государственное строительство. И в ближайшие несколько лет он будет устроить то государство, которое он считает нужным. То есть у этих выборов не имеет значения никакие статистические результаты, в принципе, поскольку есть главный результат. При том, что известно достаточно о том, что этот результат завышен, дописан, дорисован. Это не имеет значения, хотя это плюс 10-12 миллионов, как посчитали голосов, от 56 или из 56. Но это второстепенное обстоятельство. Совершенно очевидно, что в стране достигнут определенный национальный консенсус. Этот консенсус отрицает любые стратегические варианты демократического развития России. Он предполагает строительство государства, управляемого одним человеком, с некими признаками демократического устройства, которое не имеет к существу этого государства, никакого отношения, является только имитационными. В течение четверти века все, в том числе и Путин, особенно в течение первых двух своих сроков, предпринимались попытки демократической модернизации России, так как их понимали сначала Михаил Сергеевич, еще до Краха Советского Союза, затем Борис Николаевич и те лица, кто были близки к Борису Николаевичу, затем Путин первого-второго срока. И теперь мы увидим, это неизбежно, так история движется, и так она работает, того Путина, каким он хочет быть на самом деле. Очень много темы сразу вы подняли в этом своем ответе. Мне хотелось бы все-таки к результатам вернуться и сначала уточнить, вы ведь были или не были доверенным лицом Григория? Депутаты не имеют права быть доверенными лицами. Мы не имели права выступать ни в каких СМИ, ни в печатных, ни в электронных. Я был только уполномоченным представителем партии на месте, и эти полномочия были не нужны. Ну и сейчас предвыборная композиция закончилась. Да, теперь можно говорить в СМИ о выборах безнаказанных. 1,05% у Григория Явлинского на этих выборах. Как вы оцениваете этот результат? Я оцениваю очень просто. 770 тысяч избирателей России сообщили, что они готовы следовать ценностям демократии в том виде, как мы их понимали четверть века назад. Но это провал для Явлинского? Это провал для демократической России. Это означает то, что ценности демократии в том виде, как мы их представляем для себя, не только представляем в политике, но и представляем для себя. Эти ценности демократии сегодня значимы для очень небольшого количества людей. И эти выборы показали, что любые представители демократических взглядов с любыми оттенками, вот все оттенки серого, все оттенки чего хотите, являются в России маргиналами. И именно на этом будет строиться путинская Россия. Но едва ли это стало для вас неожиданностью? Это не могло быть неожиданностью. И высокий результат Путина, и 3% в общей сложности людей, которые проголосовали за тех, кто называл себя оппозиционерами. Да, очень точно. Тех, кто называл себя. Да, 3,5%. К чему тогда было это участие? Было отдельно, большой или небольшой, так же можно по-разному оценивать, движение людей, которые призывали на выборы не ходить, в выборах не принимать участие. Алексей Навальный призывал к бойкоту, активному, неактивному. Но, возможно, это было правильным вариантом стратегии? Это было глупостью. Притом глупость очень опасная. Нет ничего более опасного в стране, где пытаются защитить остатки демократии, чем безработица избирателей. Я говорил это в лицо Алексею, могу это сказать, в этом эфире. Забастовка избирателей – это безработица избирателей, это развращение избирателей. То, на чем мы держимся в Псковской области, дважды подряд прошли в региональный парламент. У нас в 19 из 26 муниципалитетов избраны представители от Яблока. Это нет нигде в России. И два главы района из 26 избраны прямым голосованием. Не поступенчато, а прямым голосованием от Яблока. Это потому, что мы воспитали избирателей. Мы объясняли людям, что если вы хотите, чтобы у вас были представители, чтобы мы достигали результата, вам нужно участвовать в выборах. Любые призывы к неучастию выборов – это обессиливание избирателя. Кроме того, результаты выборов показали, что этот бойкот ничтожен. Я вам могу, кстати говоря, по цифрам Псковской области это доказать. В сентябре 2016 года за Псковское Яблоко проголосовало, мы маленький регион, поэтому цифры будут совсем небольшие, проголосовало 14 тысяч избирателей. Это сделало нас снова второй раз подряд парламентской партии Псковской области. На выборах президентских, да, конечно, более высокой явки, где-то на 25-30 процентов выше, тем не менее, за Явлинского проголосовало 5,5 тысяч избирателей, за Собчак 5,7 тысяч избирателей, за Титова около 3 тысяч избирателей. Складывая в сумме эти голоса, мы получаем около 13 тысяч голосов, полученных всеми кандидатами, и получаем условную тысячу голосов. Это и есть весь ущерб забастовки избирателей. Он сказался. Я лично знаю тех людей, кто принципиально не пошел на выборы. Но при ситуации общероссийского электорального психоза было совершенно понятно, что политик, который хочет остаться в политике, он должен определять свою позицию по отношению к избирателям. Призвав избирателей не голосовать, Алексей заложил мину и под себя самого будущего. Потому что когда настанет время, дай бог оно настанет, когда Алексей Навальный выйдет на выборы лично сам или во главе политической партии и призовет избирателей голосовать, обязательно в этот момент какие-то политические силы и политики, которые по каким-то причинам не будут участвовать в тех выборах, они скажут, мы не участвуем, не голосуйте. И этот бумеранг вернется к нему. Здесь, смотрите, я ни в коем случае не являюсь голосом Алексея Навального. Вы журналист. Но зная его аргументы, аргумент в частности следующий. В этих выборах принимали участие только те, кому разрешили в них принимать участие. Тот же Алексей Навальный, ему было запрещено принимать участие в голосовании. И лишь после запрета он всех призвал к бойкоту. Соответственно, Ксения Собчак и Григорий Явлинский тот же самый, принимая участие в этом голосовании, принимают участие в некотором договорном матче с администрацией президента. Есть два ответа на ваш вопрос. Один очень короткий, и он касается Алексея Навального. В 2013 году на выборах мэра Москвы был договорной матч с участием Алексея Анатольевича Навального. Подписями депутатов «Единой России», поделенных на квоты между Навальным, Митрохиным и другими кандидатами, включая кандидаты от КПРФ, была обеспечена условная конкурентность на выборах мэра Москвы. И Алексей тогда открыто сказал, да, мы берем эти подписи, потому что другого способа выйти на выборы у нас нет. Это был настолько договорной матч, что когда два депутата в одном муниципальном совете перепутали подписываться за Навального или за Митрохина, потом был целый обмен подписями, чтобы сохранить паритет, чтобы не нарушить число депутатов по территориальности. Это короткий ответ. Это короткий ответ, нет, это ответ по конкретной ситуации. Поэтому, что такое договорной матч, Алексей Навальный знает лично, и обвинять кого-то другого можно, но тогда нужно сказать, что я тоже участвовал в договорном матче. Что касается выборов в России. Сейчас в президентских выборах в России могли принять участие люди при двух обстоятельствах. Первое, Путин не возражает против участия этих людей в выборах. Второе, эти люди вышли на выборы. Я лично участвовал, ну как участвовал, как организатор в сборе подписей Заявлинского, Псковской области. Я знаю, как это происходило. Я знаю людей, свыше 60 человек, которые собирали подписи. И я их частично, не полностью успел посмотреть. Там 4,5 тысячи подписей было собрано при необходимости 2,5. Я могу заявить, что когда Алексей в силу каких-то причин, сразу после сдачи подписей в избирком, заявил, что эти подписи рисованные больше, чем наполовину, а до начала сбора подписей заявлял о том, что эти подписи никто не может собрать честно, ни Собчак, ни Явлинский, это было сознательное оскорбление. И я хочу напомнить, что вообще есть определенная история демократии в России. Иногда возникает впечатление, к сожалению для меня тоже, что до Алексея Анатольевича Навального демократии в России не было. Это ошибка. Могу сказать только вот на истории Псковского яблока. Когда в 2006 году, когда еще вся страна не говорила об отмене прямых выборов мэра, и мы были единственной партией в России, которая добилась проведения референдума о сохранении прямых выборов мэра, это было Псковское яблоко. И мы собрали почти 10 тысяч подписей в городе, где 170 тысяч избирателей, 5% из числа избирателей, и добились назначения референдума, на который, правда, пришло 8,5% жителей, но 81% из них проголосовал за прямые выборы. И мы собрали эти подписи, 5%, которые проверяли под лупой. Когда в 2011 году мы впервые шли на успешный для нас выбор в законодательное собрание, мы за 6 дней в Москве, мне не верили, пока я не показывал эти расчеты, за 6 дней собрали 13,5 тысяч подписей, и после сплошной, сплошной проверки в избиркоме Псковской области брак был 2,15%. Поэтому если ты умеешь, то у тебя есть шанс. С тобой могут согласиться хорошо, пусть он будет, чтобы он проиграл. Как Володин обещал, что Навальный получит максимум 9%, Алексей собрался, команда поработала и стало 27%. Да, и это, конечно, не входило ни в какие планы. Но вопрос допуска – это вопрос, готовы тебя видеть в качестве партнера, противника или не готовы. А вопрос твоей работы – это вопрос твоей работы. Я не сомневаюсь, что сегодня в России ни один кандидат президента, который не угоден Путину по любым причинам, не будет допущен до выборов. Но это не означает то, что за этого человека будут делать выборную работу. А в чем тогда плюс для Григория Явлинского от участия в этих выборах? Это плюс не для Явлинского. Потому что, секундочку, если речь о том, чтобы сделать такую перекличку и насчитать эти 700 тысяч человек, то, наверное, их можно и каким-то образом иначе эти замеры сделать. Если речь идет про телевидение, возможность участия в эфирах на государственном телевидении, то, мне кажется, вот эти дебаты так называемые ничего, кроме чувства просто эстетического отвращения, не вызывают. Ругань Жириновского в сторону Собчак, вода Собчак в сторону Жириновского, какие-то непонятные крики от Сурайкина и все прочее. И все довольны. Все довольны, и Григорий Явлинский ни слова на это не говорит, а отворачивается, значит, и смотрит в пол. В чем смысл? Смысл выборов в путинской России заключается только в одном. Показать, что есть люди других взглядов, что они присутствуют в обществе, даже не в политике, а в обществе. Показать кому? Всем. Самим себе показать. К сожалению, эти выборы с этой точки зрения, частично, не полностью, но частично благодаря бойкоту избирателей, они провалились. И могу сказать, в следующей шестилетке Путина Путин будет учитывать позицию КПРФ и любого кандидата от КПРФ, он будет учитывать позицию ЛДПР и любого кандидата от ЛДПР, и больше никакие другие политические вектора, хоть как-то отдаленно напоминающие идеологическую позицию, он учитывать не будет, потому что не должен. Потому что демократический избиратель России показал, что его нет, или во всяком случае он равнодушен к государственному и политическому устройству России. Вот считать даже всех, 800 тысяч за Явлинского, 1,2 млн за Собчак, 500 тысяч за Титова, это тоже демократические голоса, это тоже альтернатива. Вот 2,5 млн человек в сумме. Это не хватило бы даже на прохождение списка в Государственную Думу, если бы сейчас был выбор одновременно. Это при этом в России по оценкам социологов, к слову сказать о замерах, до 10% избирателей от общего числа, то есть от 108 млн человек, исповедуют демократические взгляды. Если эти люди хотят влиять на государство, в котором они живут, показать, что есть люди других взглядов, другого вектора, другое общественное мнение, в том числе те, кто смотрит РТВА. Это ведь не большая аудитория, это не Первый канал, не Второй, не НТВ, не прочие желтые и зеленые. Основная часть аудитории РТВА и телевизионной находится за пределами России. Да, соответственно, эти люди должны заявлять о себе хотя бы из инстинкта собственной безопасности. На этих выборах шла речь о безопасности людей, демократических взглядов России, которые имели возможность проголосовать за Явлинского, проголосовать за Собчак, я не комментирую сейчас никак мотивы и структуру ее выдвижения. Нагонец, проголосовать за Титова, который прямо говорил, его доверенные лица говорили, что они не спорят с Путиным, у них есть разногласия с правительством, но это хоть какие-то разногласия, и показать, что эти разногласия существуют. Это вынудит любого президента, кто бы он ни был, учитывать этот вектор. Результаты выборов 18 марта показывают, что Путин может абсолютно спокойно не учитывать либеральный, демократический, свободный вектор в своей внутренней и внешней политике. Он статистически незначим. Я не знаю и не могу сказать, кстати говоря, и вы не скажете, и никто. На самом ли деле этих избирателей 8, 9 миллионов или 5? Но если бы хотя бы один из демократических кандидатов получил хотя бы 5% голосов, то есть это проходной балл для фракции в парламенте, это означало бы то, что у этих избирателей есть притязание на политические полномочия и представительства. Кто несет ответственность за это? Потому что можно обвинять, с одной стороны, не знаю, административный ресурс, можно обвинять телевидение, можно обвинять ваших соратников по, или не соратников, скажем так, коллег. Соседей по камерам. Да, соседей по камерам. Соседей по оппозиционному демократическому движению, поссорились с Гудковым, не договорились с Навальным и так далее. Но тем не менее, нет ли здесь в первую очередь ответственности самих лидеров демократического движения и кандидатов, которые не смогли консолидировать своих избирателей, а не смогли привлечь избирателей к той повестке, которую они проговаривают? Тихон, я отношусь к числу тех политиков, которые считают, что политик всегда и в наибольшей степени несет ответственность за свои действия и в том числе за результаты. За те результаты, которых мы, возможно, в полной мере не знаем, учитывая, что выборы были искажены не меньше, чем при Чурове, но общий политический результат выборов не вызывает сомнений. Политики отвечают в первую очередь, всегда. Я никогда не скажу, что виноват народ. Но у нас есть особенная ситуация. Сегодняшняя российская демократическая политика это борьба эгоистов за право быть первым эгоистом. Я в 2016 году провел полгода в переговорах с демократическими силами, при этом делал это по собственной инициативе, но по поручению Федерального политкомитета «Яблоко». Я никогда столько не жил в Москве в своей жизни. Я четыре раза встречался с Алексеем Анатольевичем Навальным. Я встречался с Михаилом Михайловичем Касьяновым. Я встречался с Андреем Алексеевичем Нечаевым. Это были недели переговоров. Мы пытались создать общую надпартийную, по сути, конструкцию, да, на базе «Яблока», но это был процесс переговоров. Мы договорились, и я вижу, что в целом по деталям, кроме, правда, Михаила Михайловича, он там переступил несколько раз, двойную и сплошную, как это сейчас принято говорить, в соблюдении тайных переговоров. Он не был очень щепетильным в этом вопросе. Навальный пока не рассказывал, как мы с ним вели переговоры, и я не рассказывал. Но могу сказать, что те предложения, которые обсуждались, они были серьезны, и это была реальная основа для взаимодействия. Мое личное мнение заключается в том, что тогдашний союз не состоялся, это был предвестник катастрофы 18 марта, это просто вот лежало уже на поверхности. Для тех, кто прожил в полной мере изнутри, особенно политической системы, 16-й год, никаких сюрпризов 18 марта не было, никаких. Я это понимал изнутри. Мы, может быть, ждали других цифр, но по сути все состоялось, как и должно было быть. Я увидел, что главным мотивом участия большинства демократических политиков в выборах является личное, собственное политическое выживание. То есть вопросы личной политической карьеры абсолютно превалируют над вопросом ценностей. Это очень большая драма. Мы сейчас видим перед собой очередной период, он просто настает на глазах феодальной политической раздробленности демократов. Можно сколько угодно об этом говорить. Этот период неизбежен. Я вот прямо в эфире могу сказать, что вот я сейчас, будучи одним из политиков, кто пытался установить координацию действий и предпринял, на мой взгляд, то, что было в моих силах во всяком случае, я сейчас не вижу никаких, и пусть наслышит избиратель, перспектив объединения демократов в России, потому что ценностной базы для этого объединения нет. Скажите, не кажется ли вам, что одна из движущих сил в невозможности демократов объединиться и одна из движущих сил вот этого политического эгоизма, это уж простите, партия Яблоко? Наоборот. Сейчас я поясню. С одной стороны, упомянутые вами выборы 2013 года, когда было абсолютно очевидно по всем опросам, что среди демократических кандидатов, или так называемых демократических кандидатов, Алексей Навальный, занимает первое место, однако было параллельно с ним Сергей Митрохин, или внутри той же самой партии Яблоко. Мы все прекрасно помним, как вы рассматривались многими. Я участвовал в выборах. И вы участвовали в выборах на пост председателя партии Яблоко. Тем не менее, Григорий Явлинский, тот же самый, поддержал не вас, по сути, политикой федерального уровня, а поддержал и Эмилию Слабунову, которую никто тогда не знал, да и сейчас, когда она является председателем партии Яблоко, при всем уважении, не знает никто. Давайте почистим. Давайте. Первое. Есть объективная реальность, которая заключается в том, что 25 лет постсоветская Россия пережила из демократических партий только партия Яблоко. Я могу сказать, почему. В основе этой партии лежат ценности. Я знаю лично больше половины оригинальных лидеров партии Яблоко. Люди сейчас меняются, и я там кого-то увижу впервые в этом году или в будущем году. Но могу сказать, в основе этого политического объединения, этого союза лежат ценности. И это исключительно важно. Мы не создавались по внешнему толчку. У нас не было в качестве заказчиков олигархов, представителей действующей бюрократии. Мы не создавались как правая колонна Кремля. Не буду вспоминать ушедших политических союзников, соперников, как угодно их называть. И это позволило партии Яблоко дожить до сегодняшнего дня. Это не гарантирует нам будущего завтра, но это позволило нам дожить. То есть мы не были проектом. Все остальные политические организации, которые создавались в это время в России, создавались как проекты. И по всем законам проектов у них было начало, рассвет, завершение. Ну конечно, времена изменились. Идем дальше. Смотрите, времена изменились. Что будет после 18 марта? Сейчас не может сказать никто. Мы сейчас с вами будем видеть новый этап государственного строительства России. Путин, благодаря тому большинству, которое его реально поддерживает, благодаря бюрократии, которая полностью им контролируется, во всех, без исключения, регионов России. И благодаря отстранению нескольких миллионов, скажу мягко, потому что не знаю сколько точно, нескольких миллионов избирателей от избирательного процесса получил абсолютный кардбланш. В этой ситуации то, что могут сделать демократические политики, это понять, что наступила новая политическая эпоха, вот она отчитывается не с Крымского референдума. Это был переходный период с 2014 по 2018 год, это тоже период частичной постсоветской трансформации. Вот с 18 марта отчитывается путинская Россия. Когда-нибудь об этом напишут учебники, лет через сколько-то. Я как историк по образованию чувствую те вехи в истории, после которых начинается новый отсчет времени. В этой реальности все те, кто хочет быть представителями демократических граждан России, должны понимать две вещи. Для Путина абсолютно чужды ценности свободы. Органически чужды. Для Путина чужд контекст культуры. И, кстати говоря, это шанс на многие его ошибки. Он смотрит на государственное строительство как процесс манипулирования людьми и государственной системой. Он не понимает культурного исторического контекста, поэтому он ошибается. Самые страшные его ошибки связаны именно с этим непониманием культурной части истории. Мы не являемся потребностью той государственной системы, которую он строит. Ни в качестве пятого колеса, ни в качестве сто пятого колеса мы ему не нужны. Ни в коем виде. Потому что это будет песок в колесах. Ему не нужен песок. Вот сейчас в этой ситуации те, кто осознают новую реальность и те, кто выстроит для себя форму и содержание политической работы, эта демократическая партия сможет выжить в Путинской России. Я надеюсь, это не преувеличение без подполья. Я надеюсь. В данный момент я могу сказать, что ни одна политическая сила России, вообще ни одна, не исключая парламентский, так называемый крымский консенсус, там нет разницы в сути, там разница только в оттенках серого. Ни одна демократическая политическая сила России к этой реальности наступившей 18 марта не готова. И партия яблоков в том числе. Никто не готов. Я вам это заявляю совершенно открыто и спокойно, потому что осознание реальности в России после 18 марта это очень серьезный вызов для политиков и за 10 дней, и за 20 дней, и за месяц это осознание произвести невозможно. Та политическая организация, которая найдет свою нишу, свою аудиторию в этой ситуации, когда государству де-факто ни в каком проценте, ни 1,05, ни 1,68, ни 0,5, ни 0,6, ни в каком, ни в какой доле не нужна демократическая политическая сила, вот та организация, которая найдет способ деятельности в таких условиях, она сможет пережить Путина как институция и стать залогом возможных, не очень вероятных, но возможных демократических перемен в России лет через, скажу честно, много. Партия Яблоков разошлась с уже упомянутым Дмитрием Гудковым. Это Дима Гудков разошелся с Партией Яблоков. Не кажется ли вам, что мы наблюдаем уже который год ситуацию, при которой к Яблоку с предложением сотрудничества приходят те или иные политики, некоторое количество времени это сотрудничество продолжается, затем сотрудничество прекращается, и ни разу я еще не слышал, чтобы партия Яблока сказала, да, мы не договороспособны, это наша ответственность. Всякий раз я слышу, это они, то значит, это было СПС 15 лет назад виноваты. Теперь вот Дмитрий Гудков. Я с большим прискоробием увидел то, что произошло 15 марта на политической встрече Ксения Анатольевна и сообщак в виде Дмитрия Гудкова. Политик не должен совершать ошибок, которые, как известно, хуже, чем преступления. Дмитрий Геннадьевич перепутал 15 марта и 19 марта. Это непростительная ошибка, она никуда не может уйти. Причины этой ошибки две. Первое. Дмитрий Геннадьевич выдвинул ультиматум Григорию Алексеевичу Явлинскому, чтобы ему были даны политические гарантии, что именно он будет выдвинут от Яблока кандидатом на мэра Москвы. Явлинский сказал, будет праймерс. Будут участвовать все, кто будет готов участвовать в этом праймерс. Там планировался трех-четырехуровневый с разными экспертными аудиториями, аудиториями избирателей, выборщиков, как угодно. По итогам этого праймерс будет принято решение. От него потребовали гарантии. Эти гарантии Явлинский не дал. Второе. В течение длительного времени после нашего очень болезненного поражения 2016 года на Дмитрия Геннадьевича выходили, я назову это так, авторитетные люди с деньгами. И говорили, Дима, ну, бросай уже этот фрукт, давай мы под тебя сделаем структуру, инвестируем в тебя. Был момент долгого колебания. Судя по всему, он длился свыше года. Я предполагаю, это мое предположение, я не варю сейчас в этой каше, я отвечаю сейчас за Псковскую губернию, но я приезжаю в Москву, естественно, я стараюсь понимать, что происходит в столице нашей демократии. И я предполагаю, что те же самые люди, или почти те же самые люди, которые общались с Дмитрием Геннадьевичем о создании собственной политической силы, были инвесторами или соинвесторами избирательной компании Ксении Анатольевны Собчак. И эти люди лично или через нее выдвинули ультиматум, политическое самоопределение до 18 марта. Ни один политик, желающий сохранить лицо. Вообще, в политике все, что можно делать, в самой безумной ситуации, в самой тупиковой, это сохранить лицо. Как говорится, если не знаете, как поступить, поступите просто, поступите честно. Все остальное определит история. И Дмитрий Геннадьевич не выдержал искушения. Вот самая страшная вещь, которую преследует политика в этой жизни, это искушение. Я об этом глубоко сожалею. Заметьте, я его не обвиняю в данной ситуации. Искушение – это такая сила, что можно ничего не сделать. Я думаю, что у Дмитрия Гудкова будет что ответить на эти ваши реплики. Вряд ли мы с ним встретимся в очном эфире, но тем не менее. У нас есть ваши слова. Вам легче, вам легче, Если ваши слова, у нас будет возможность ему... Вы тут живете в Москве. И ответите. У нас, к сожалению, две минуты остаются до конца. Надо о чем-то важном поговорить. О чем-то будущем. О чем-то важном, о чем-то будущем. Мне хотелось бы о будущем партии «Яблоко» за эти две минуты успеть. Мы много говорим о том, что несменяемость – это зло. Во власти, в компаниях, в чем угодно. В том числе и в партиях. Мы видим того же Зюганова, мы видим того же Жириновского, и мы видим того же Явлинского при всем уважении. И мы видим того же Митрохина. Не пришло ли время для партии «Яблоко»? Я понимаю, что вы мне сейчас можете ответить, что через два года будут перевыборы и все прочее. Я сейчас говорю скорее про содержательную часть. Не пришло ли время партии «Яблоко» обновиться? Дмитрий, извините. Тихо. Вот видите, как мы с вами поговорили уже от имени. Не отойти. Смотрите. Есть два ответа на ваш вопрос. Тактический и стратегический. Я начну с первого, закончу вторым. Партия «Яблоко» единственная, сейчас партия в России единственная, у которой срок председателей обозначен двумя сроками без слова подряд. Два срока был Явлинский с момента создания партии в 2001 году, два срока был Митрохин, и сейчас первый срок Слабановый. Что решит следующий съезд, когда он будет отчетно выбранной, жизнь покажет. Все-таки вы мне ответили перевыборами. Нет, нет, секунду. С точки зрения формальной конкуренции, каноны этой конкуренции в уставе партии установлены. Митрохин сейчас не председатель партии, он председатель Московского городского регионального отделения, за который идет борьба за это Московское городское региональное отделение. Что касается сменности как таковой, я являюсь одним из носителей конкуренции в партии «Яблоко». Соответственно, выдвигаясь на пост председателя в 2015 году, я эту конкуренцию поддержал, к партии я обратился и обратился к съезду. Точно такой же частью конкуренции внутри «Яблока» были выступления всех участников этого съезда, в том числе делегата съезда Явлинского. Авторитет Явлинского внутри партии «Яблока» выше, чем мой авторитет. Это сегодня, очевидно, это показал съезд. Соответственно, или мы признаем результаты политической конкуренции, в том числе внутри партии, и идем дальше, но тогда нас объединяют ценности. И конфликт 2015 года, вы не представляете себе, сколько на меня тогда выходило людей с разных сторон. «Лев, своя партия, бросай, уходи, сейчас дадим деньги, все, структуру сделаем». Я объяснял, какую идеологию будет эта партия? Спрашиваю, какую идеологию будет продвигать? Ну, придумай идеологию, это же фигня, это вообще фигня, извините за такое слово в таком эфире. Вот, есть же вы, персона, давайте под персону. Я говорю, партии не делаются под персоной, партии делаются по ценности. И когда все поняли, это стало ясно только к концу января, через месяц после съезда, что яблоко сохраняется в той конфигурации, как она вышла при всех потерях, проблемах, ударах из декабря 2015 года, те люди, кто понимают политики, в том числе политологи, очень крупные московские политологи, в том числе работающие на совсем другие политические силы, но мы общаемся между собой, имея какие-то личные отношения с ними. Мне все написали, ты поступил правильно, ты поставил ценности в вашей личной карьере. Я извиняюсь, что я об этом говорю, приношу извинения. Но тем не менее, я дальше буду делать то же самое. Я не исключаю, у меня сейчас нет ответа прямого на вопрос, буду ли я еще раз выдвигаться на пост председателя партии Яблоко. Я депутат областного собрания, второй раз подряд избранный жителем Псковской области. Это обязательство перед людьми. А когда я избирался в первый раз, если помните, я был год без мандата. Да, да, да. Да, по милости определенных людей. Соответственно, я буду рассматривать этот вопрос. И могу сказать, что для меня будет определяющим позиция внутри партии, потому что председатель партии это не участник всех телеэфиров. Вот коллеги, которые начинают партийную строительную работу, очень часто не понимают, из чего она состоит. Она не публична, она полна конфликтов, она полна очень сложных отношений с людьми, она полна различных дрязг. Вот буквально, в самом буквальном смысле, нужно колоссальное терпение, чтобы это распутывать. Поэтому я убежден в том, что партия Яблоко, в том числе и партия Яблоко, в новых условиях после 18 марта, нужна реформа, нужна модернизация. Я как активный участник партии Яблоко, буду этим заниматься. Давайте здесь поставим точку или в многоточе будем следить. Можно сделать по скриптам, если он у вас есть. Будем следить за тем, как эти события будут развиваться. Благодарю моего гостя, Олег Шлозберг, председатель Псковского отделения партии Яблоко и депутат Псковского областного собрания. Спасибо вам. Спасибо, Тихон. Оставитесь на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова